Сначала большое спасибо организаторам за приглашение выступить сегодня перед вами. Я хочу рассказать об отдельных аспектах работы издательства Springer Nature, в частности о процессе работы редакторов в разделе Nature Research, куда входят журналы, как Nature Physics и другие. И хочу представить все стадии работы с рукописью, от получения рукописи до выхода в свет готовой статьи. Тоже хочу дать советы о том, как лучше оформить научные тексты. И если время позволит, то еще кратко остановлюсь на более широкой роли научных издательств. Общая цель этого доклада — это ответить на вопрос, как опубликовать в Nature Research Journals. Итак, поехали. Начну с краткого представления Nature Research Journals. Все начиналось в 1869 году с первого номера Nature. Это был еженедельный журнал, посвященный науке. И в своей истории в журнале Nature были опубликованы много знаковых работ. Например, работа рентгена по открытию рентгеновского излучения, работа Дэвисона и Гермера о волновой природе частиц, открытии нейтрона Чайдвиком и, наверное, самая знаменитая статья, опубликованная в Nature, о структуре ДНК. Ватсоном и Криком в 1953 году. Еще есть много других примеров, но, однако, тоже были и промахи. Например, рукопись о цикле Крепса даже не была отправлена на реферирование. Некролог Ивана Павлова был опубликован до его смерти. И в начале 2000-х годов была опубликована целая серия статей Яна Генрика Шойна, данные в которых оказались с фальсифицированиями. На сегодняшний день журнал Nature является одним из ведущих журналов, посвященных науке. На его основе создан целый ряд дочерних журналов. Которые до 2015 года вошли в состав Nature Publishing Group. В 2015 году произошло слияние Nature Publishing Group с издательством Springer. И в настоящее время эти журналы представляют единую компанию Springer Nature. Nature Research Journal можно разделить на три группы. Самая первая группа оказалась Nature-журналы, посвященные биологическим наукам. Первым журналом был Nature Biotechnology, создан в 1983 году. С 2002 года был создан ряд журналов, охватывающих различные естественные науки, такие как Nature Materials, Nature Physics, Nature Nanotechnology, Nature Photonics, Nature Geoscience, Nature Chemistry. И совсем недавно появилась группа журналов, посвященные решению глобальных проблем человечества. Такие журналы, как Nature Climate Change, создан в 2010 году, Nature Plants, Nature Energy. Каждая группа продолжает расти. Например, в следующем году выходят в свет два новых журнала — Nature Biomedical Engineering и Nature Astronomy. Что отличает Nature Research Journal от других журналов? Они обладают высокой избирательностью. Меньше 10% отправленных статей опубликуются. У них высокий импакт. Рукуписи должны обладать научной новизной и должны быть интересными для широкой аудитории. Нет внешнего редакторского состава. Есть профессиональная команда редакторов, каждый из которых имеет кандидатскую степень и опыт работы научного сотрудника. В Nature Research Journal есть две части. Первая половина называется Front Half. К ней относятся редакторские заметки, комментарии, Research Highlights, рецензии на книги и выставки, news and views. Research Highlights — это короткая статья, написанная редактором о какой-то выбранной статье. И news and views — это статьи, в которых эксперты пишут доступным языком о работе во второй части журнала, так называемой Back Half. Все эти журналы независимы друг от друга. Значит, у них, конечно, есть одинаковые правила и общий дизайн, но если вы получили отказ от одного, то вы можете переправить вашу статью, вашу рукопись в другой журнал и будет рассматрено свежим взглядом. Тематики журналов могут перекрываться. Выбор, куда отправить вашу рукопись, остается за вами. Почему стоит опубликовать в Nature Research Journals? Во-первых, вашу статью будет увидеть широкий круг читателей, не только из вашей специальности. Во-вторых, ваша статья будет только одной из немногих в одном журнале, что помогает ей выделиться на фоне огромного потока статей, как мы знаем. К примеру, Nature Physics публикует около 150 статей в год. Это не так много. Например, для сравнения, наш основной конкурент Physical Review Letters публикует около 3000 статей в году. Это 20 раз больше. Есть возможность дополнительного освещения через News & Views, картинку на обложке, пресс-релиз. Дальше мы заботимся о наших авторах и о наших работах. Если ваша рукопись отправлена на реферирование, это значит, что редакторы находят ее интересную и хотят ее опубликовать. Редактор, который ответствует за вашу рукопись, будет вашим персональным ассистентом и будет вам помогать со всеми стадиями работы с рукописью. К примеру, стандартный редактор Nature Physics публикует около 25 статей в год. Опять же, не очень много. Мы действительно заботимся о наших авторах и их работах с момента получения рукописи до выхода в свет готовой статьи. Целая команда людей работает с вашей рукописью. Научные редакторы, референты, копий-эдиттер, арт-эдиттер, веб-эдиттер. Много людей. Сейчас хочу более подробно остановиться на редакторском процессе, потому что существует целый ряд стандартных заблуждений о том, что происходит дальше после того, что вы отправили вашу рукопись в редакцию. Например, надо дружить с одним из редакторов. Процесс опубликования «Черный ящик» — это лотерея. В Nature Physics публикуются только модные тематики. Если рукопись чисто теоретическая, то вряд ли может попасть. И, может быть, есть еще другие. Я сейчас вам расскажу, как на самом деле научные редакторы работают, и вы можете судить сами. Команда Nature Physics состоит из главного редактора, доктора Андрея Таруни, и четырех научных редакторов, каждый из которых имеет кандидатскую степень и опыт работы научным сотрудникам. Каждый редактор тоже специализируется в своей области физики. Например, ваш покорный слуга защитил диссертацию в 2005 году в университете города Антверпена в Бельгии. Затем в течение восемь лет работал научным сотрудником в мировых европейских центрах научных в Бельгии, Антверпен, в Германии, Юлих и Бейсбург, и во Франции, Париж. И с 2013 года я работаю научным редактором журнала Nature Physics, где я отвечаю за рукописи, посвященные физике конденсированного состояния, физике плазм, гидродинамике и ядерной физике. В чем состоит работа научных редакторов? Наша основная задача — выбрать лучшие рукописи из тех, что получены на редакции. Этот процесс включается в себя знакомство со всеми авторами, высланными материалами. То есть мы читаем письмо к редактору, рукопись, конечно, и дополнительную информацию. Мы проводим поиск литературных источников, мы обсуждаем рукопись с другими редакторами в нашем журнале. Если необходимо, то мы консультируемся с внешним экспертом. После проведенного анализа мы решаем, стоит отправить рукопись на реферирование или нет. И редактор, который отвечает за данную рукопись, подбирает референтов, следит за процесс реферирования, анализирует отчетов и принимает промежуточные и окончательные решения. Оба в манускрипте. Помимо работы с рукописями, мы еще выполняем целый ряд издательских услуг. Очень важной частью нашей работы является взаимодействие с научной общественностью. Для правильного принятия решений нам очень важно быть в курсе о самых свежих новостях, что происходит в нашей области, и для этого мы участвуем в конференции, мы посещаем лаборатории, мы делаем презентации, как я сегодня. Мы участвуем в панильной дискуссии, мы помогаем организовать научные мероприятия. Мы также работаем с журналистами для первой половины журнала. Мы пишем редакторские заметки, рецензии на книги-выставки, research allies и news and views. И мы занимаемся подбором и редактированием приглашенных статей. К ним относятся комментарии, обзорные статьи, тематические колонки и так далее. Что значит для научных редакторов идеальная рукопись? К сожалению, нет определенного ответа на этот вопрос, нет секретной формулы. Наша цель, что каждая статья, опубликованная в Nature Physics, провоцирует реакцию от любого физика, типа «Вау, я такое не ожидал», или «Вау, это круто» или «Полезно». Конечно, есть некоторые необходимые составляющие. Должен быть показан значительный шаг вперед в нашем понимании физического явления. Должна быть важность полученных результатов за пределами ее области. И рукопись должен представлять собой целостный рассказ. Конечно, очень важна для нас работа референтов. Они оценивают техническую корректность, новизну, важность, интерес для более широкой аудитории и доступность текста. Что мы советуем иметь в виду, когда вы готовите рукопись? Конечно, каждая статья начинается с новыми результатами. И стоит подумать заранее, на шаг вперед. Стоит найти место ваших результатов среди уже известных результатов. Потому что обычно журналы с высоким импактом не рассматривают уже рукописи, где не показан значительный шаг вперед. Здесь неважно, насколько модна тематика. Избегайте салам и слайсинг. Салам и слайсинг мы имеем в виду, когда авторы разделяют свою работу на несколько частей, чтобы опубликовать больше статей. Не путайте научную новизну с эффективной новостью. Допустим, вы синтезировали углородную нанотрубку с рекордной длиной. Если при этом вы ничего нового не сделали, типа разработали новый метод, то наверняка это просто интересно с точки зрения новости, а не с точки зрения научной новизны. Читайте внимательно инструкции для авторов и обращайте внимание на правила журнала. Не стесняйтесь отправить вашу лучшую работу к журналам с высоким импактом. Поэтому результаты должны говорить за себя, но очень важно, чтобы вы помогли читателю ловить суть, понять важность вашей работы. И чтобы мои последние слова не звучали уголословно, я хочу с вами посмотреть, рассмотреть несколько примеров и дать несколько советов. Мы все знакомы со структурой научной статьи. Она состоит из заголовка, абстракта и основного текста. Заголовок приглашает читателя. Абстракт должен передать суть, подчеркивая ее важность работы. И далее идет основной текст. Я хочу сейчас остановиться кратко на основном тексте, потом вернуться к заголовку и абстракту. Ваш основной текст должен рассказать историю. Лучше писать понятнее и проще. Оптимизируйте информацию, которую вы хотите представить в виде рисунков и таблиц. Не забудьте о возможности дополнительных секций, как методы исследований и дополнительные материалы. Существует ABC правило написания научного текста. ABC – английский акроним. Accurate, brief, clear. Это значит, будьте точны. Не пишите ultra-fast, но пишите, насколько быстро явление, например, femto-second или ato-second. Не все то nano, что маленькое. Было время, когда вдруг все стало nano, как вы видите здесь. Использование приставки nano не гарантирует успех. Будьте кратки, постарайтесь сразу передать суть, без лишних слов и повторений. И будьте понятны, используйте краткое предложение и используйте действительный залог. Я к этому еще вернусь. Когда вы готовы с основным текстом, пора подумать о заголовке. И давайте рассмотрим пример. Study of the temperature depends of why. Что вы думаете об этом? Хороший заголовок или нет? Давайте, если вы думаете хороший, покажите так. Если нет, покажите так. Давайте. Я вижу такие. Да, люди думают, что плохой пример, это хорошо. Хорошо, давайте посмотрим. Заголовок должен привлечь внимание читателя. И не забудьте, что ваши первые читатели – это научные редакторы и референты. Хорошая идея – включить пару ключевых слов, которые помогают браузерам найти вашу статью. Подобно ABC правила написания научных текстов, есть D и F правила написания научных заголовков. Д и F – акроним английского Declarative Engaging Focus. Пишите емкие заголовки, которые сразу передают суть. Не пишите «The effect of A on Z», пишите «A increases Z». Мы сразу знаем, что за эффект. Заголовок должен цеплять. Поэтому избегайте акронимов, жаргона и сложных конструкций. Выберите одну, центральную, основную тему вашей работы. Не старайтесь запихнуть все-все-все в заголовок. Заголовок должен быть понятен с первого прочтения. И старайтесь найти баланс между обращением к широкой аудитории и конкретных примеров. Итак, вернемся к примеру. Действительно, можно лучше его оформить. Например, так. Temperature hysteresis of Y due to B. Мы исправились от личного слова study of. Мы сразу включили, в чем эта зависимость. И мы даже объяснили уже, что возникает в этот hysteresis B. Прекрасный, компактный заголовок. Давайте теперь посмотрим, как можно лучше оформить абстракт. Назначение абстракта для читателя поможет решить, стоит читать всю статью. Назначение абстракта с точки зрения автора привлечь как можно больше читателей. Абстракт является сокращенной версией статьи. Абстракт должен содержать достаточно контекста и деталей, чтобы читатель мог понять, что именно сделано, почему это сделано и как это сделано. И имейте в виду, что референты соглашаются отреферировать вашу статью, вашу рукопись только на основе абстракта. Мы предлагаем использовать формулу Nature. Сначала две фразы об общем контексте работы. Затем следует утверждение непонимания. Точнее о програле в нашем понимании проблемы. Далее заключительный вывод о сделанном. Обычно в журналах Nature они выглядят как «Here we show». Потом краткое описание подходов и ключевых результатов. И в заключении вы можете указать на то, какой прогресс ваша работа будет иметь и какое влияние на данную область науки. Давайте рассмотрим конкретный пример. Сначала общий контекст. Сources such as S are important because of the nation. Crucial to our understanding of S is the measurement of P because this has the potential to reveal Q. Потом утверждение проблемы. In the past, this has been very difficult to accomplish because… И вот почему. Что конкретно сделано? Here we show that high-precision measurements of P can now be achieved by means of accumulation of M and N. Потом, как это сделано? We applied some methodological information on M and N to the system consisting of C and find insights about Q, demonstrating that conclusion about S. И потом, как это влияет на данную область науки. Например, our approach involving use of M and N is also applicable to R, which will lead to further insights concerning S and their development. И мы вернулись к этому общему контексту. Из своего опыта есть у меня несколько советов для русскоговорящих авторов. Первое. Я знаю, что очень принято в русской научной литературе использовать страдательный залог. Например, было показано, что… Что можно перевести как «It has been shown that». Я должен сказать, что в англоязычных текстах такая фраза немного теряется. Я рекомендую это написать на английском языке в действительном залоге. Например, «We showed that». Если не вы это сделали, то… Или «Urgant» это сделал, например. Ты выпишите «Urgant it all». Ссылка «Have shown that». И заметьте, что тоже здесь действительный залог. Второе. Мне кажется, что очень часто русскоговорящие авторы сначала пишут свой текст на русском языке, доводят его до совершенства и потом переводят его на английский. Мы с вами знаем, что структура предложений на русском языке и на английском языке отличается, и что в переводе смысл может немного теряться или даже меняться. Поэтому очень рекомендую сразу написать на английском языке. Тоже профессиональный переводчик может не быть специалистом по вашей теме. Вы лучше всех знаете о своей работе. С каждым разом у вас будет получаться лучше и лучше. И хочу подчеркнуть, что задача редактора – оценить работу не на основе качества языка, но на основе содержания. Компания «Шпрингер Нейчер» организует специальные мастер-классы о написании научных текстов. Если вы заинтересованы в подобные мастер-классы, то обращайтесь к моему коллеге Джоффри Планшар. Я очень рекомендую. Я сам уже два раза участвовал в качестве тренера в таких мастер-классах. И мне кажется, что участники были очень довольными. Так что очень рекомендую. Итак, ваша рукопись готова. Как лучше ее подготовить к отправке в журнал? На самом деле, на данной стадии формат рукописи не играет большой роли. Лучше потратить ваше время на ее понятность и доступность. Очень важно писать правильно письмо к редактору. Первым знакомством с вашей работой будет для нас это письмо. В нем обязательно укажите особо лучшие стороны вашей работы. Но, пожалуйста, не перестарайтесь. Слишком сквалная работа вызывает сомнения. Мы будем рады, если вы предложите подходящих референтов. Но, пожалуйста, не предлагайте ваших бывших руководителей, или студентов, или сотрудников. Они не подходят. И мы обязательно проверим. Если в случае конфликта интересов есть людей, которых вы не хотели бы видеть в качестве референтов, то, пожалуйста, обосновательно укажите об этом нам. Мы уважаем ваше мнение. И тоже, если есть походы статьи от вас уже в печати, или на рассмотрение у других журналов, то, пожалуйста, тоже сообщите нам об этом. Отправка рукописи осуществляется в электронном виде через онлайн-систему. Она, например, выглядит так. Ура, ваша рукопись отправлена. Что с ней происходит дальше? Обычно первое решение принимается в течение одной недели. Как я уже говорил, редактор читает рукопись и все дополнительные материалы. Очень часто мы обсуждаем рукописи между нами. И если необходимо, то мы проконсультируемся с внешним экспертом. Что мы обязательно проверим? Новизну, насколько данные действительно доказывают выводы и насколько работа интересна за пределами ее области. Должен сказать, что принятие решения в большой степени на основе опыта редактора. К примеру, стандартный редактор Nature Physics считает около 400 рукописей в год. У нас еще есть такой принцип, что если мы не уверены, мы принимаем решение в пользу авторов и мы отправляем рукопись на реферирование. Перед вами блок-схема возможной судьбы вашей рукописи. Как я уже говорил, обычно после одной недели первое решение принимается редактором. 80% рукописей отправляется назад с отказом в публикации. Оставшие 20% отправляются на реферирование и после получения отчетов референтов редактор принимает второе решение. Рукопись может быть принята как есть. Это очень редко бывает после только одного раунда реферирования. Рукопись может быть отправлена назад к авторам с просьбой внести незначительные изменения или с просьбой внести значительные изменения и предоставить дополнительные данные, результаты. Или рукопись может быть просто отправлена назад к авторам с отказом в публикации. Как мы выбираем наших референтов? Мы тратим достаточно много времени, чтобы подобрать подходящих референтов, которые смогут оценить все аспекты вашей работы. Обычно мы приглашаем от двух до четырех референтов на статью. Один и тот же референт не будет оценивать больше одной-двух рукописей в год. Мы понимаем, что ученые заняты и мы уважаем их время. Наша база данных референтов постоянно растет и обновляется. Наши референты должны быть экспертами в своей области с большим опытом и с широким взглядом. Мы должны доверять их мнению и просим предоставить отчет в течение двух недель. Мы ожидаем честные, понятные, подробные и конструктивные отчеты. Статистика за 10 лет существования Nature Physics показывает, что на самом деле большинство референтов оценивает только одну или две рукописи. Вообще, это хорошо. После получения отчетов референтов редактор принимает решение. Мы просим референтов оценить качество работы и ее техническую корректность. Мы не просим принять решение за нас о том, что надо или не надо опубликовать рукопись в журнале. Мы тоже не считаем голоса. Очень часто бывает, что есть два положительных отчета и один отрицательный отчет. И как раз этот отрицательный отчет имеет больше вес. Исправления должны свидетельствовать о значительном прогрессе, чтобы обосновать дальнейшее осмотрение к публикации. В сложных случаях мы стараемся избежать вторного реферирования. К сожалению, здесь мы не принимаем решение в пользу авторов. Если необходимо больше времени, чтобы внести изменения или чтобы ответить на заметки референтов, то мы готовы ждать. И стоит отметить, что окончательная ответственность за принятие решения лежит на редакторах. Если вы получили отказ с просьбой внести изменения, то обязательно обращайте внимание на следующие моменты. Обязательно ответьте на все заметки референтов. Если необходимо провести больше работы, может быть, надо больше экспериментов или больше расчетов, то, пожалуйста, старайтесь не вступать в дебаты с референтами, а просто проведите эту работу. Аргументируйте профессионально и уважительно. Наши референты также ученые, как и вы. Если вы думаете, что референт не понял суть или не сумел понять важность вашей работы, вполне возможно, что это не только его ошибка. Если вы получили отказ, например, от Nature Physics, то не расстраивайтесь. У вас есть возможность пересылать вашу рукопись в другой журнал из семейства Nature Research Journals или в Nature Communications, или вообще в другой журнал из издательства Springer Nature. У вас есть возможность указать, хотите ли вы или нет, что редакторы различных журналов между собой обсуждают вашу рукопись. И еще раз хочу повторить, что Nature Research Journals и другие все журналы из издательства Springer Nature независимы друг от друга. Если вы все-таки расстроились и думаете, что редакторы или референты не поняли важность вашей работы, то знайте, что мы хотим знать об этом. Мы тоже ошибаемся. Мы сможем изменить наше решение, но только если вы сможете нас убедить, что действительно произошло непонимание. Например, аргумент, что два из трех референтов отозвались положительно, это на самом деле не аргумент. Мы очень серьезно осматриваем апелляции, но они не обладают приоритетом, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Если вы решились на апелляцию, то, пожалуйста, если возможно, представьте дополнительные данные, которые подчеркивают вашу точку зрения. Если надо, то, пожалуйста, укажите на ошибки в процессе принятия решения, но, пожалуйста, опять же, аргументируйте научно и коллегиально. Не просто требуйте пересмотрения, пожалуйста, аргументируйте. Если ваша апелляция составлена после реферирования, то составляйте ответы на все заметки референтов. Если ваша апелляция составлена после реферирования и ваша апелляция принята, то, вероятнее всего, ваша рукопись будет отправлена к этим же референтам. У нас есть возможность пригласить дополнительного референта, но только в сложных случаях. Что не надо сделать в процессе апелляции? Ваша репутация или ваш список публикаций не играет роль. Ссылки на мнения известных ученых, например, нобелевских лауреатов, не помогают. Общие утверждения о важности вашей области или указания на уже опубликованные в Nature Physics, например, рукописи, не помогают. Утверждения об ожидаемой цитируемости тоже не помогают. Не набивайте сцену на вашу работу. Поверхностные изменения в тексте рукописи не помогают. И необоснованные нападки на референтов или редакторов тоже не помогают. Если вы в списке 10% счастливчиков, то пора праздновать. Обычно пройдет от 4 до 6 недель до выхода вашей статьи онлайн. Пожалуйста, уважайте наш эмбарго. То есть, ваша статья не должна описаться в прессе. Но, конечно, вы можете обсудить вашу работу с коллегами, например, на конференциях. И вы можете ее выложить на серверах с открытым доступом. Я должен добавить, что вы можете выложить рукопись, но не последнюю версию рукописи. Это очень важно. Существует ряд преимуществ для наших авторов. Профессиональное редактирование текста и графики. Возможность дополнительного освещения вашей работы через News & Views. Возможность получения пресс-релиз. И вообще, многие узнают о вашей работе. Авторское право остается за вами. Например, статья, вышедшая в Nature Physics. К ней был написан News & Views. Картинка, иллюстрируя эту работу, попала на обложку. Несколько научных издательств использовали пресс-релиз, чтобы в их новостях об этой работе писать. И даже наиболее невероятное попадание статьи Nature Geoscience на Google Doodle, возможно, как вы видите, это статья о воде на Марсе. Я думаю, что уже много времени прошло. Значит, я пропушу этот кусок. Я прыгаю к выводам. И как заключение хочу вернуться на самый первый вопрос доклада. Как же опубликовать в Nature Research Journals? На самом минимальном уровне, я бы сказал, делайте больше замечательных исследований, пишите об этом и основательно редактируйте вашу руку пись. Но я бы хотел добавить на более глубоком уровне, я надеюсь, что вы согласны после этого доклада, что стоит подумать заранее, на шаг вперед о вашей работе. Обязательно рассмотрите примеры статей из Nature Research Journals, обсудите вашу работу с коллегами в вашей области, но и не в нее. И, пожалуйста, не стесняйтесь отправить вашу лучшую работу к нам и не сдавайтесь после первого отказа. Хочу еще одно добавить. Если вы нашли этот доклад интересным, и если вы нашли работу редактора чем-то подходящим именно для вас, то обязательно заходите на сайт на страницу в интернете, где даны последние текущие вакансии издательств, премьер Nature. Могу даже добавить, что именно сейчас есть открытая позиция редактора в журнале Nature Physics. Дополнительную информацию о журнале Nature Physics вы можете найти на странице в интернете и в социальных сетях Google Plus и Twitter. Также вы можете лично написать письмо по адресу электронной почты. И большое, на самом деле, огромное спасибо за ваше внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.